привет ребята это алена сегодня с вами говорим на интересную тему вы мне пишите я отвечаю во первых сегодня говорим о помощи себе при сахарном диабете первого и второго типа напоминаю о питании я говорила о восстановлении я тоже говорила сегодня буду говорить о вообще в принципе помощи очень очень важно для себя понять что вам дает эта история во первых ум очень у многих есть проблемы с метилированием есть проблемы с состоянием вообще в организме и есть проблемы со стрессом обычно в эти моменты я рассматриваю помощь микроэлементами помимо низкоуглеводной диеты помимо соблюдения водного режима усвоение белка обычно я еще своим клиентам даю хлорофилл я даю коллоидные минералы я даю альфу альфу для того чтобы снизить проявление данного состояния и сахарный диабет первого и второго типа может уходить в ремиссию но напоминаю что если есть постоянный стресс тревожность в это вся история это может влиять на физическое и эмоциональное состояние соответственно если диабет идет по линии до у кого-то то это может тоже сильно влиять другой момент если у вас есть привычка неправильно есть и соответственно вы не имеете желание с этого выбираться то это другая история у меня в практике проходят психоэмоциональные консультации это значит я работаю с вашей психикой с вашей физикой и подсказываю вам по нутрицептикам другой момент что первый диабет и второй тип по разному идут и по разному проявляются но я всегда даю это и и тому и другому состоянию поддержку соответственно пожалуйста пишите мне на вопросы я сразу вам отвечу и дам обратную связь сегодня вечером у нас будет с вами прямой эфир эфир будет посвящен работе с диабетом на нервной почве у человека диабет на работе приходите будет реально интересно потому что здесь мы будем разбирать то что называется восстановление и восстановление будет по идти по разным схемам первое восстановление ментальное 2 эмоциональное 3 при помощи нутрицептиков все будет еще будет эндокринолог который даст свои рекомендации и диабеты 1 2 типа может протекать достаточно лояльно и соответственно иметь хорошее нормальное состояние человека может быть